Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. 500 медработников на заслуженном отдыхе в Дагестанский оздоровительный центр для реабилитации приглашены врачи из разных городов и районов республики. Новая набережная в полтора километра в Дербенте появится еще одно общественное пространство для отдыха горожан. Кулинарный баттл в День любви, семьи и верности в Махачкале прошли вкусные поединки. Реабилитация для тех, кому во время пандемии было сложнее всего. Около 60 медиков, боровшихся с коронавирусом, остановились в Дагестанском научно-оздоровительном комплексе «Журавли». На Целительном берегу Каспийского побережья врачи пройдут курс, включающий ряд восстановительных процедур. Заезд первой группы состоялся на днях. Хадижа Курбанова расскажет подробности. Восстановиться после длительной и изнуряющей борьбы с коварным заболеванием для врачей было острой необходимостью. Испытав колоссальную физическую и моральную нагрузку, они даже не ожидали такого подарка. Но научно обоснованное восстановление стало реальностью на базе оздоровительного комплекса. Сюда прибыло около 60 медиков, и каждую неделю состав будет обновляться. Конечно, тот ужас, который мы пережили за эти два месяца, апрель и май, это, конечно, очень тяжело забыть. И ни неделя, ни две недели, ни месяц – это все просто невозможно забыть. Есть гидромассаж, психотерапия. Сегодняшний день у нас психотерапия началась, и мы очень надеемся, что в первую очередь это нам поможет. 6 числа заселились мы сюда. Очень приятно нас встретили все. Действительно, нас таких, которые мы, переболевшие, которые отправили для реабилитации сюда. Всего в центр на морском побережье заедут более 500 медработников из 17 районов республики. Кроме того, здесь предлагают места для отдыха и московским врачам, которые также самоотверженно. Очно и дистанционно помогали Дагестану в нелегкой борьбе с COVID-19. В числе первой группы столичных медиков в республику уже прибыли три медработника. Само приглашение было неожиданным, да, немножко непонятным, потому что как бы у нас бесплатного давно ничего нет. Вот. И я вот узнала о том, что благотворительная такая акция. Пригласила своих докторов, вот двое докторов тоже. Когда мы вышли из самолета, конечно, у нас такой обдал, такой теплый, приятный воздух. Сразу почувствовали, что мы на юге, здесь тепло. Но у нас в Москве тоже на этот момент было тепло. Нас очень тепло встретили. Все сделано так, с любовью, с таким вкусом. И вот это добро, которое делают организаторы, то есть семья Магомедовых Абивовича, низкий поклон от всех медиков. Всех врачей принимают здесь на безвозмездной основе инициаторы благотворительной акции «Семья Магомедовых». Гендиректор комплекса рассказывает, что идея исходила от его больной матери, также работавшей свое время врачом. Именно ее желание отблагодарить коллег-врачей за их героический труд дало старт акции. Мне сказали, что ей плохо, у нее состояние ухудшилось. Я приезжаю домой, и в это время мне говорит, я вижу, я говорю, мама, все сделаю, скажи, что нужно, что ты хочешь, чтобы тебе было лучше, ты раньше чувствовала гораздо лучше, чем сейчас. Ты что-то очень сдалась, я вот, мы так шутим, говорим. И она говорит, плачет, она говорит, если вы что-нибудь можете делать, она знает, что у нас есть объект, она здесь никогда не была. Было один-два раза, потому что у нее паркинсон, очень тяжелая форма, и она вот очень страдает. И она говорит, если вы что-то можете делать, делайте вот этим людям. В планах у дирекции также проведение в научном центре медицинских консилиумов и конференции. Это будет хороший обмен опытом, который будет обоюдно полезен, считает Магомедов. Гости же в рамках программы реабилитации получат все необходимое для полноценного отдыха и оздоровления, обустроенный пляж, бассейны, гидромассажные системы и многое другое. В Дагестане возобновят работу мечети и храмы. Управление Роспотребнадзора по Дагестану считает, что уже можно возобновить работу этих учреждений. При этом посетители должны быть в масках и сохранять дистанцию 1,5-2 метра друг от друга. Помимо масочного режима и соблюдения верующими безопасной дистанции, должен сохраняться дезинфекционный режим. Уже месяц без воды, да еще и в такую жару. Земля похожа на панцирь. Все, что посеяли, засыхает и гибнет. Дачники микрорайона Кривая Балка вышли на очередной митинг. Порядка 60 жителей садоводческих товариществ собрались сегодня у здания столичной администрации. Тему продолжит Курбан Рагимов. Это бесполезно! Люди возмущены и требуют встречи с главой города у дачников микрорайона Кривая Балка «Гибнет урожай». За месяц, рассказывает Исаджа Маудинов, дачники десятки раз обращались в разные инстанции. Но проблема так и осталась без внимания тех, кто реально может помочь. По словам собравшихся, ответственная за подачу воды на их участке муниципальное предприятие «Садовник» не выполняет свои обязательства. Которые сейчас вышли, чиновники, депутаты говорят, они представляют, если они решают вопрос, они раньше тоже приезжали. Но почему они не дают команду мацадонику, директору, если они такие, если у них есть такие полномочия, если они взялись решать наши проблемы. Ну дайте команду, пусть включают воду людям. А потом сядем за стол переговоров, будем решать, кто кому должен. Далее хочу подчеркнуть, что МУП везде говорит, водит людей из заблуждений, в том числе администрации, что председатель не платит деньги. Вот здесь квитанции, копии квитанции, которые я собрал у председателя. Какие деньги мы им даем? 100% председатель, ответственно, заявляет, платит за потребление воды в МУП «Садовник». Вопрос, куда эти деньги уходят? В то же время представители МУП «Садовник» утверждают, что у почти всех дачников подача воды уже возобновлена. По их словам, ситуацию обостряют сами же представители. Они отказываются подписывать договор по новым условиям. В этом году тариф за поливную воду поднялся лишь на 82 рубля. Хозяин одного участка в год должен платить 642 рубля. Но юрист Садовника говорит, что дело здесь далеко не только в повышении цен. Мы им говорим, по постановлению у нас идет такая ситуация, что мы должны заключить договор на полное количество участков, находящихся на обществе. Эти участки, они даны администрации города еще в 80-е, в 90-е годы. Они даны им для того, чтобы они их орошали, чтобы они поливали, чтобы они занимались садоводством. Но получается такая ситуация, что эти председатели, они просто формально не поливают, не приглашают туда дачников, не проводят работу никакую. И оставляют эти дачи за собой. Хотя они должны были предоставить списки в администрацию Кировского района, где около 15 тысяч человек стоят на очереди. За два часа стороны так и не пришли к компромиссу. Дачники надеются, что разрешением проблемы займется не только администрация города, но и следственные органы. А пока вопрос с десятилетней историей так и остается открытым. Курбан Рагимов, Амина Джаватханова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 50 тысяч рублей в год. В России предложили выплачивать новое пособие для семей с детьми. На субсидии могут претендовать родители, чьи дети занимаются в спортивной секции. Предлагается выплачивать ежегодно до 50 тысяч рублей на каждого ребенка. Причем сумму можно будет использовать в качестве налогового вычета. Это, по мнению авторов проекта, Минспорта страны позволит привлечь в спортшколы и секции большее количество детей. Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала-Самара-Новой Уренгои. Генеральный директор аэропорта Арсен Пермагомедов сообщил о ежедневном приросте пассажиропотока, что свидетельствует о стабилизации ситуации в целом по республике. Кроме того, ожидается новый авиаперевозчик – компания C-7 Airlines, который будет летать в московский аэропорт Домодедово. В ближайшее время ожидается полное восстановление и стабилизация ситуации на рынке авиаперевозок. Так прокомментировал ситуацию генеральный директор аэропорта. Сегодня день семьи, любви и верности. Соревнования со смыслом и вкусом, приуроченные к этому дню, прошли в Махачкале. Четыре супружеские пары пытались завоевать победу в кулинарном батле. Подробности о вкусном поединке расскажет Зумруд Гамедова. Профессии у них разные – педагоги, танцоры, рабочие. Но сегодня всех объединяет одно – каждый здесь демонстрирует свои кулинарные навыки. Семья Зайцевых в браке уже более 40 лет. Людмила Зайцева признается, что на кухне у них нет главного. Готовят зачастую вдвоем с мужем. Сегодня на суд жюри пара представила блюдо, которое в их семье любят все – наггетсы. У меня и в семье очень любят это блюдо, особенно маленькие детишки. Ну и вообще так оно очень вкусное. У меня особая приправа есть к этому блюду, поэтому я решила приготовить. В дело пошли разные продукты, свежие овощи и мясо. И теперь можно начинать удивлять заскательные жюри. Замесить тесто для лакского хинкала когда-то для Залины было нелюбимым занятием. Но выйдя замуж, свекровь привила девушке любовь к готовке именно этого блюда. Теперь Залина сама регулярно радует домочадцев вкусными обедами. У нас в доме есть такая традиция, что каждое воскресенье мама мужа, она собирает всех детей, своих сыновей, внуков, готовит лакский хинкал, всех собирает. Мы все садимся за один большой стол и трабисничаем. А может, садим помогает вам на кухне? Ой, это постоянно. Да, мы как бы все делаем вместе, все делаем дружно. А за соседним столом дружно колдуют над вкусным обедом семья Салимовых. Кулинария у них общее увлечение. Сегодня вместе они готовили традиционное дагестанское блюдо – чуду. Но главное для них – не победа. Глава семейства признается, что в такой день просто не могли остаться в стороне. Такой день, день семьи. Семья – это, в общем, такое дарованное Всевышним благо, которое нужно хранить, беречь. И если не в такой акции принимать участие, то еще где. Поэтому я каждой семье тоже желаю пользуясь случаем. Поздравляю их с этим прекрасным праздником. Желаю всем любви, гармонии, терпения. Берегите, уважайте друг друга. В течение часа им предстояло приготовить блюдо на выбор. Но помимо достижения вкусовых качеств, нужно было еще и другое – суметь интересно презентовать свой кулинарный шедевр жюри, который оценит простоту, оригинальность рецепта и эстетику в подаче на стол. Главная цель сегодняшнего мероприятия, говорят организаторы, – сохранение семейных ценностей. Семья – это всегда была и всегда есть самым главным кусочком нашего общества. То есть, основная ячейка. Оттуда все и начинается. Семья воспитываются и дети. Семья воспитания дети несут на всю жизнь. То, что родители дали детям, то и они проносят и передают уже своим детям. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбардов, телеканал ННТ, Махачкала. Московские архитекторы осмотрели территорию новой набережной Дербента. Отметим, что бюро «Ваухаус» стало победителем конкурса по обустройству береговой линии. Объект появится на побережье Каспийского моря со стороны улицы Пушкина. Протяженность набережной составит около полутора километров. Согласно концепции, на месте появятся современные зоны отдыха и досуга для горожан и туристов разных возрастов. В период конкурса активно развивалась пандемия. Бюро не могло посетить город Дербент. И сейчас, в связи с первой возможностью, специалисты прибыли на место, чтобы мы на территории рассмотрели все нюансы, еще раз вернулись в концепции, обсудили и переходили к дальнейшим этапам проектирования. Разработку проектно-сметной документации планируется завершить в первой половине 2021 года. Примечательно то, что набережная будет связана с нижней станцией будущей канатной дороги. Другим важным элементом является то, что проект предусматривает устройство пирсов для причаливания судов. Таким образом, новая набережная станет отправной точкой для развития побережья Дербента. Если этот проект, мы верим, что он у нас существует довольно быстро, то тогда город вернется к морю. И это важно, очень важно, чтобы это было территорией двойного назначения. Но прежде всего для горожан, конечно, для дербентцев. Ну и потом для развития туризма, который здесь все больше развивается. Это важно. Мне кажется, это даст городу такой рывок, новый смысл. Вот мы над этим будем работать. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова